Здравствуйте, дорогие друзья! Я Георгий Карапетян, ваш личный доктор в ближайшие 30 минут. Тема программы «Здоровье мужчин призывного возраста» и сегодня мы говорим про это. Гостем нашей студии является Александр Анатольевич Украинцев, председатель военно-врачебной комиссии, военного комиссариата Красноярского края, подполковник медицинской службы, врач-хирург. Здравствуйте, Александр Анатольевич! Здравия желаю! Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, с какого возраста вы ведете работу над тем, чтобы контролировать или проверять, или проводить определенную диагностику, обследование мужчин молодого возраста? Я уже говорю, с какого возраста молодого возраста. С какого возраста молодого возраста, да? Ну, Георгий Анатольевич, ну, наверное, надо вернуться немножко к истокам. К истокам это наши законодательные документы. А вот законодательные документы, почему я говорю про них, то там определено, кто начинает работать с гражданами молодого возраста. И существует приказ 240-168, совместный приказ Министерства здравоохранения и Министерства обороны от 2001 года. И в нем четко все расписано, что начинается работа уже с юношами с 15-16 летнего возраста, медицинскими организациями, где проводится уже прививочная кампания, где уже проходят они определенные обследования, где в амбулаторной карточке отражается их состояние здоровья, а мы уже непосредственно начинаем работать с 17-летнего возраста. То есть, как бы они к нам приходят уже несколько подготовленные и с каким-то капиталом, будем говорить, медицинскими документами. И вот с 17-летнего возраста, в год исполнения 17 лет, мы их ставим на воинский учет. Это называется первоначальная постановка граждан на воинский учет. И вот с этого момента мы уже вплотную начинаем работать с гражданами призывного возраста. Спасибо, Александр Анатольевич. То есть, если я правильно понимаю, дорогие друзья, здоровье — это некий интегральный показатель и вообще по определению Всемирной организации здравоохранения это состояние психического, физического, экономического и так далее, душевного благополучия. Соответственно, как интегральный показатель, если я правильно понимаю, в призме военной службы, призывного возраста есть определенные критерии состояния здоровья, которые собираются в определенный объем, опять же, интегральный показатель, по которым вы оцениваете, годен этот молодой человек к службе военной или не годен. Так вот, по этим критериям до 17 лет, я правильно понимаю, работают медицинские службы муниципальные, городские, краевые, то есть соответствующие государственные органы здравоохранения или учреждения здравоохранения. — Да, они работают по своим критериям, у них соответствующие есть планы, программы и так далее, а у нас уже мы работаем, в сфере уже, как вы сказали, военно-врачебной экспертизы. Вот наша сфера и вот наши критерии. — Скажите, пожалуйста, на протяжении последних 10, 20, 30 лет, исходя из структуры заболеваемости, которые обращаются к вам призывники, есть какие-то кардинальные изменения. Больше стало, может быть, заболеваний врожденных, больше стало заболеваний, связанных с неактивным образом жизни или менее спортивные стали наши молодые ребята, или изменения произошли в характере приема пищи, диеты, может быть, чаще начали выявлять как-то язвенную болезнь, заболевания толстой кишки и так далее, и так далее. Вы динамику этой структуры заболеваемости можете нам рассказать об этом, для того, чтобы мы могли сделать какие-то выводы, на что следует обратить внимание нашим телезрителям? — Ну, во-первых, мы ведем статистику. Статистика — это основополагающая всех остальных анализов и прочих. Анализируем мы все эти данные статистические, дальше уже делаем выводы, направляем перспективы, определяем вектор, куда идти, и на основании вот этих статистических данных мы уже смотрим определенное состояние здоровья наших призывников. Мы начинаем их смотреть, как я уже сказал, со структурных данных с 17-летнего возраста. То есть при первоначальной постановке граждан на воинский учет у этих ребят, 17-летних, определенная структура заболеваемости. По нашему краю оно, например, на следующем уровне. У нас одинаково стоят психиатрические заболевания и эндокринные расстройства. А на третьем месте стоят сердечно-сосудистые заболевания. Я правильно понял, на первом месте психиатрические отклонения? Нет, на первом месте стоит у нас на 1% выше эндокринная патология. Что сюда входит? Здесь дефицит массы тела с пониженным питанием, или мы иначе так говорим, или же наоборот с повышенным питанием. Вот эндокринные расстройства. Это все у нас... А вы дефицируете? Что больше? Избыточная масса тела? Все дифференцируем. Все дифференцируем. Чего больше? Вот. Чего больше? Да, избыточная. Разрешите, я дальше потом скажу. На втором месте у нас на 1% буквально чуть-чуть пониже это психические расстройства, включая наркоманию, алкоголизм туда. Там же они находятся в этой структуре. И на третьем сердечно-сосудистые. А когда мы анализируем уже призыв, здесь уже структура заболеваемости изменяется. И, к сожалению, она меняется, ну, я думаю, наверное, не в лучшую сторону. Почему? Потому что на первое место вышли психические расстройства. Они сейчас преобладают, у нас подходят к 30%. Вот представляете, если, грубо говоря, простыми словами, 100 человек освобождены по состоянию здоровья от службы в вооруженных силах, вот группа 30 человек, это с психическими отклонениями, в том числе и алкоголизм, и наркомания. Довольно-таки значительная группа. Причем мы лидируем в центральном военном округе из 29 субъектов. Мы, вот, к сожалению, стоим на первом месте по психиатрической патологии. А вот эндокринная патология уже уходит на второе место. Но на третьем месте стабильно стоит сердечно-сосудистая патология. И дальше дыхательная. Ну, и там уже оставшаяся патология. Ведь у нас в медицинском освидетельствовании принимают 8 врачей. Вот. Все их прекрасно знают, что психиатр и так далее, хирург, да. Ну, все такие, которые действительно нужны. 8 врачей. Я могу их перечислить, но их все знают. Родители их знают все, будем говорить, их наших врачей поименно. Спасибо, Александр Анатольевич. Дорогие телезрители, я напомню, что вы можете отправлять любые вопросы на медицинские темы в социальных сетях, в наших группах в Центр Красноярск, в Фейсбук и ВКонтакте. Но если вы находитесь за пределами Красноярского края или не успели к экранам своего телевизора, то смотрите нас на своих смартфонах в сервисе ПИРС-ТВ. Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, в нашем регионе, то есть Красноярский край, сколько в год призывников через вас проходит через военно-врачебную комиссию? Примерно. Ну, сделали мы анализ с последних пяти лет, да? Учитывая то, что все-таки у нас идет демографическая, так сказать, яма, да? Все же вы знаете, провал такой незначительный. Ну, для кого значительный, для кого незначительный, кто как в меру своих способностей расценивает. У нас сейчас, вот, например, за 17-й год прошло 13 тысяч граждан призывного возраста через военно-врачебную комиссию. 13 тысяч. А до этого проходило 15 и более, и более, да. Ну, цифры я точно говорить не буду, но вот 13 тысяч у нас прошло. Сейчас 18-й год, мы уже насчитали уже более. Скажите, пожалуйста, вот из 13 тысяч молодых ребят, которые прошли через военно-врачебную комиссию, проходя определенных специалистов для, с целью выявления или подтверждения, или наоборот, опровержения тех или иных патологий, которые у них были до этого возраста. Какой процент негоден к военной службе в целом и в общем? То есть, какое количество людей из 13 тысяч молодых ребят негодны по состоянию здоровья? Разрешите вернуться немножко к историк истокам. Вот я являюсь председателем военно-врачебной комиссии с 2007 года, да? С 2007 года? Да, да, с 2007 года. Показатель в то время у нас был на уровне 63-66 процентов. Больше половины призывников. Послушайте, вот 60, у нас три, будем говорить, показателя оценки. Это первый. 63 процента, 66 и 70. 63 это показатель удовлетворительный, все, что ниже, это неудовлетворительный показатель. 66 это хороший показатель и 70 это отличный показатель. На сегодняшний день у нас показатель 73 процента. То есть, отлично, мы перешли границу и идем дальше, стремимся вверх. И это по многим регионам. Причем, мы стоим на уровне практически по центральному военному округу в первых рядах. А вот несколько лет назад этот показатель составлял у нас между 63 и до 66. Причем, по некоторым военкоматам он допускался до 49. То есть, из 100 человек, прибывших на военно-врачебную комиссию, неправильно говорить на военно-врачебную комиссию, на призывную комиссию, на медицинское освидетельствование при призыве, вот представьте, половина сразу зачислялись за панг состояние здоровья. Сейчас всего лишь только 29, чуть-чуть с копейками. Дорогие телезрители, сейчас мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим тему здоровья мужчин призывного возраста. Здоровье мужчин призывного возраста. Сегодня мы говорим про это и гостем в студии является Александр Украинцев, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Красноярского края, подполковник медицинской службы, врач-хирург. Александр Анатольевич, мы остановились на том, что вы нам рассказали, что чуть там более 7-10 лет тому назад более 40% молодых людей, которые проходили военно-врачебную комиссию в призывном возрасте, являлись по тем или иным проблемам здоровья, состояние здоровья негодной к военной службе. Сейчас этот показатель, если мы правильно понимаем, составляет чуть более 20%. То есть в два раза наступила положительная динамика, можно сказать, в состоянии здоровья молодых ребят. То есть если посмотреть через призму в общем и глобальном, у молодых людей на сегодня здоровье больше стало, чем это было 10 лет назад? Вы знаете, я бы, наверное, начал вот с чего. У молодых людей больше появилась мотивация к ведению здорового образа жизни. А посмотрите, как они реагируют на нашего президента, да? Вот посмотрите, это же прекрасно, когда президент показывает своим примером, чем он занимается, Активный образ жизни и так далее, да. И ребята-то стремятся тоже быть немножко все равно похожими, что-то, стремиться хотя бы к лучшему. Начинают ходить в спортзалы, ну, будем говорить, убрать вредные привычки и так далее, занимаются. Посмотрите, выйдите на остров и где-то еще в спортзал, фитнес-клубы, забиты же ребятами. То есть мы говорим о положительной динамике, о состоянии и здоровье наших молодых ребят. то, что люди, ребята, молодые стремятся, но потому что болеть и быть больным и ходить, загибаться, прошу прощения, знаете, уже самому неприятно, это когда идет здоровый, подтянутый, ох, с ним накачанный, да, парень, уже приятно и женского полоса на него смотреть и сам он себя чувствует комфортнее гораздо, понимаете, и поэтому вот идет тенденция. Но в этой сфере, дальше продолжая, если уже мой диалог, то можно сказать, что да, есть положительная динамика, причем посмотрите, как уделяется внимание со стороны здравоохранения. Мы со здравоохранением работаем очень тесно, очень плотно и очень комфортно. Я почему это говорю? Потому что вот в некоторых субъектах федерации возникает конфронтация, как бы вы военные, вы вот и занимаетесь, мы вам дали там врачей, а у нас нет. У нас, например, есть определенный человек, да, раньше занимался Борис Маркович Немик, полностью курировал призыв, сейчас Дмитрий Владимирович Попов курирует. Заместитель министра здравоохранения. Здравоохранения, да, вопрос решается исключительно быстро. Плюс у нас куратор, будем говорить еще, Илья Александровна, не помню еще. А раньше была Татьяна Николаевна Наумова, ну, сейчас сменились немножко, там штаты, реорганизация произошла, но мне комфортно работать с ними со всеми. То есть все, которые проблемы возникают, они решаются. И плюс, и плюс. Здравоохранение, оно сейчас уделяет больше внимания действительно вот молодым людям. Вот оно поколение, которое сейчас завтра будет нас с вами обеспечить пенсии, завтра будет управлять нашим бытом, нашим социалом, понимаете, что дело? Нами руководить с вами. Мы будем с вами сидеть на пенсии и говорить, вот тут не так, вот тут не так. Так вот они сейчас и занимаются тем, что выпускать здоровое, да, во-первых, в умственном отношении и физическом. А это уже о многом говорит, понимаете? Поэтому у нас... тема по интегральному участию государства в соцполитике через Министерство обороны, через Министерство здравоохранения соблюдается... Плюс самих родителей здесь нужно еще сказать. Соблюдается полная преемственность передачи призывника. Потому что следующий мой вопрос как раз был. После того, как на военно-врачебной комиссии выявили, что он негоден к военной службе или ограниченно годен у вас, я знаю, есть какие-то... Да, есть немножко разница. Я буду говорить языком медицинским о том, что у пациента потенциального есть те или иные проблемы со здоровьем. Либо хроническое заболевание, либо острое, либо требующие госпитализации, либо требующие лечения, наблюдения. Вот этих пациентов, если мы правильно понимаем, вы преемственно передаете учреждениям здравоохранения по месту жительства для того, чтобы далее их ввели и с этими проблемами тем или иным способом справлялись. Вы правильно поняли? Несколько не так, Георг Эдуардович, вот у нас своих врачей мало. У нас штатные врачи, которые находятся и фельдшера в военных комиссариатах, они, будем говорить так, руководят медицинским освидетельствованием. То есть, с теми врачами, которыми нам дает здравоохранение. Вы знаете, сколько врачей привлекается к нам ежегодно на медосвидетельствование? Откройте нам тайну. Более 800 человек. Посмотрите, это полк целый. 800 человек по Красноярскому краю. 465, 5, ну, будем говорить, 470 человек врачебного состава с высшим образованием, да, и 300 с лишним человек среднего медперсонала. И это 800 человек. Вы представьте, первоначальная постановка граждан, врачи, да, осматривают. Сразу тут же переходим в весенний призыв. Короткая передышка на определенный летний участок и осенний призыв. И вот это вот, будем говорить, полк, он постоянно работает на государство. И вот люди, которые работают там, там, они, им не нужно никуда никого передавать. Вот когда выявляется какое-то заболевание у молодого человека, а выявляется-то, оно где? Оно же... Там уже на месте. Конечно. Он проходит медицинское свидетельствование, жалобы переделил, его направили на обследование. В здравоохранении, в медицинском учреждении, когда выявляют какую-то патологию, они уже априори обязаны поставить его на учет. На учет и дальше ввести его. А мы уже делаем выводы, делаем уже соответствующее заключение о годности его к службе в армии. Либо он А, либо годен, либо Б, с незначительным ограничением, либо В, ограничено годен, либо Г, временно негоден. И вот негоден, слово, это те, которые имеют категорию Д. Она, это категория, и где-то примерно около 2% стабильно идет, она снимается с воинского учета. Они не стоят на воинском учете. Почему? Когда вот говорят негоден, это негоден, который снимается с воинского учета. То есть даже если при объявлении войны, ну как понимаете, их не призывают в ряды. Спасибо, Александр Анатольевич. Меня больше интересует, конечно, не объявление войны, к счастью, надеюсь, и у нас будет мирное небо над головой, а больше здоровья молодых ребят. И в этом смысле очень приятно слышать человека в военной форме о том, что оптимистические ноты, что, во-первых, есть мотивация у самих молодых ребят, у родителей, для того, чтобы вести здоровый образ жизни. Во-вторых, Министерство здравоохранения, Министерство обороны держит под полным контролем здоровье молодых ребят и при необходимости, соответственно, ведет согласно алгоритму и порядка оказания помощи. Потому что все-таки меня больше интересует не военная служба, а состояние здоровья молодых ребят. На военной службе, безусловно, попадая на военную службу, год, два, три, те, кто захочет далее служить, будет служить. Но так или иначе, как вы правильно сказали, это те молодые ребята, которые являются силой производительности нашей страны. Вот тут я, вы так хорошо говорите, конечно, приятно все это слышать, то, что поддерживаете меня, но тут есть два. Не то, что негативных момента, но один негативный момент, а второй момент, я бы сказал, несколько упущенный момент. Вот смотрите, мы юношами занимаемся же, да, от 15, ну, здравоохранение начинает работать с ними, да, а уже с Министерством обороны уже плотно ведем их, дальше, с 17-летнего возраста, ведь, как правильно сказал один из военкомов наших бывших, да, мужчина, жизнь мужчины начинается с военкомата и заканчивается в военкомате. А вот категория девочек, женщин, вот категория, это не негатив, они-то оставлены в стороне, мы-то вот этот вот пласт наших ребят, которые военно обязанные будут или же будут списываться в запас, мы их изучаем и исследуем, а с девчонками-то, вот тут никто не занимается. Если пофантазировать, Александр Ильич, это первое, второе, дайте теперь я скажу негатив, не надо перевивать, Георгий Владимирович. А вот второй момент, второй момент негативный, а почему негативный? Это психические расстройства, я уже сказал, почти что 30 процентов. И почему я обращаю внимание на негатив, то, что мы сейчас, в том году, вынуждены были, военный комиссар принял решение, он у нас вообще очень креативный, человек такой, который не стоит на месте, всегда движется вперед, идет, 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 вперед, все новое и новое. Мы приобрели аппарат, который находится такой же аппарат, как в наркологическом диспансере, один к одному, где мы определяем наличие всех веществ в организме человека, в том числе и наркотиков. Вот теперь я иду к негативу. То есть в настоящее время у нас идет тенденция увеличения наркотиков. Если раньше, например, они были, ну, небольшая прослоечка, да, то сейчас она уже возрастает. Причем негатив здесь заключается в том, что пока доходят они до нашего сборного пункта, они проходят призывные комиссии, это в районах. Они на виду в учебных учреждениях, где они учатся, да, они на виду в обществе, эти ребята, и тем не менее, их, ну, будем говорить так, под сотню, за сотню, проскакивают туда к нам, идя в армию. Вот в чем негатив-то. И там мы их выявляем при проведении медицинского освидетельствования. Спасибо, Александр Анатольевич. Я прошу прощения. Это идет увеличение. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим тему здоровья мужчин призывного возраста. Здоровье мужчин призывного возраста, и мы сегодня говорим про это. Гостем студии является Александр Украинцев, председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Красноярского края, подполковник медицинской службы. И у нас есть вопрос социальных сетей. Александр Анатольевич, Анна спрашивает, какие положительные и негативные аспекты здоровья, на ваш взгляд, наиболее актуальны на сегодняшний день? Речь идет, безусловно, о молодых людях. Ну, повторяемся. Первое негативное, это я уже сказал, психические расстройства и употребление наркотических средств. К сожалению, мы их выявляем на сборном пункте, пройдя уже определенные этапы. И за последние 10 лет их больше становится. Да, их больше становится. Причем вот в 2017 году у нас даже бы увеличилось количество синтетических средств. Понимаете, в чем дело? А это уже опасно. А коснуться еще другой стороны, чрезмерное увеличение молодыми людьми своим здоровьем, вроде бы хорошо положительное, но отрицательное в том, что когда люди ходят вот в эти фитнес-залы, они нагружают себя, делают себе избыточную массу тела за счет увеличения мышечной массы. Это раз. Это получается, они переходят уже в ожирение. Это считается как ожирение у нас. Вес-то растет. И второй момент, нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Как правило, у них у всех, у этих ребят, какие-то есть проблемы с сердечными делами. Либо аритмия, либо гипертрофия уже желудочка левого. Понимаете, чем? Мы видим в желудке. Слушайте, очень интересный момент. Никогда не задумывался, как врач, как доктор, который ведет прием. То есть, те спортсмены, которые увеличивают мышечную массу, это не принципиально подкожевая клетчатка или мышечная масса, но если избыточная масса определенно есть, вы оцениваете это как ожирение. Конечно. А как иначе? Увеличение мышечной массы. Конечно. Соотношение роста и массы тела определяется индекс массы тела. У нас до второй степени мы еще призываем войска, но категория уже Б. То есть, он уже не идет с 15. Вы понимаете, при заходе красивый, молодой, здоровый, накачанный парень, и я хочу с 15 в ВДВ. Он не негоден. Нет, не негоден. Он годен с незначительными ограничениями. У него категория Б. А в ВДВ, в спецназ надо А. Идеальное соотношение. 178 рост, значит, где-то у него должен быть 78, максимум 80 килограмм веса. А у него 90 с лишним. Да, мышцы, да, но ограничены. Ограничены. А плюс у этих ребят синдром ВПВ иногда. Ворта Паркенсона Увайта. Он находится, да, определяется он, будто бы случайно. Но мы начали наблюдать, что вот у этих людей, которые чрезмерно занимаются, ну не то, что чрезмерно, а несколько стремятся быстрее увеличить свою массу, вот это свое здоровье, то у них вот этот синдром чаще проявляется. А это уже ведет к ограничению годности, то есть зачислению запаса по состоянию здоровья. Скажите, пожалуйста, вы контролируете или вы учитываете, учитывая, что огромное количество врачей участвует в как раз во свидетельствовании призывников или молодых ребят, которых или будущих призывников, использование тех или иных препаратов, которые спортсмены используют. Это могут быть анаболические гормоны, может быть различные другие, известный или нашумевший, там, бексидол, ну и так далее. Ну, Георгий Иванович, как бы вам тут сказать, тут тема с двух сторон она идет, понимаете. мы больше контролируем использование препаратов, которыми призывники или за счет которых пытаются уйти от службы в армии. Понимаете, Это будет тема нашей следующей программы, Александр Анатольевич. А вот использование их как анаболических стероидов для роста массы тела, ну это сейчас, они же запрещены, их так просто не купишь нигде. Понимаете, в чем дело? К сожалению, нам с вами известно, что подпольно они в любом случае. Подпольно они в любом, их не запретишь, да, и потом, как доказать, но у нас нет такой цели, чтобы доказать, что ты употреблял гормональное средство. Да, ты подходишь под категорию Б, есть водительское удостоверение, вперед, в танк, вперед, пожалуйста, водителям садись, иди служи, понимаете, это не наркотик. И вот они сидят, парни с бицепсами, и крутят баранку, защищают нашу родину, держат страны. Пускай, ради бога, лишь бы самый главный другой вопрос, это наркотики, вот в чем я говорю. И их состояние сердечно-сосудистой системы, вот это вот. И, к сожалению, наблюдается рост как раз алкоголизма и наркомании, которая на сегодняшний день, динамика пока что, если я правильно понимаю, она негативная, в связи опять же с ростом. Спасибо, Александр Анатольевич, за интересную беседу. Я напоминаю, дорогие друзья, что ровно через неделю мы продолжим тему здоровья мужчин призного возраста с Александром Анатольевичем. Встретимся ровно через неделю. До свидания, Александр Анатольевич, спасибо за интересную беседу. Всего доброго, будьте здоровы. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова